многие из вас рано или поздно накапливать сбережения возникает проблема куда их вложить в этом фильме собраны реальные цифры прироста доходов 10 раз за последние 10 лет разумеется мы рассмотрим отечественную нумизматику с 1921 по 2008 год для того чтобы ясно представить насколько инфляция съедает базовую стоимость монет здесь представлена таблица во второй колонке напротив году указано инфляция в процентов третья колонка это курс доллара в рублях и для сравнения мы взяли 50 копель 72 года если в начале 2008 эта монета стоила 100 рублей то концу 2017 эта монета с учетом инфляции уже стоит 218 рублей мы пережили падение цен на монеты в 2009 15 и 16 годах и так давайте по порядку больше всего монет которые подорожали в 10 и более раз оказался 1 рубль обратите внимание на первую строчку рубль 66 года подорожал с 2008 года в 30 раз глядя на эти цифры уже сегодня рекомендую инвестировать следующий номинал 50 копеек к моему удивлению в нашу с вами категорию попало всего три монетки здесь также рост цен с учетом инфляции за 10 лет вот уж не знаю почему но 20 копеечных монет оказалось чуть больше чем предыдущего номинала тиражей мы не знаем поскольку это была тайна советского союза давайте дальше 1000 процентов доходности дали всего две монетки и даже вот эти цены в 250 200 рублей в 2008 году это были хорошие деньги далее мы рассмотрим 10 копеек тоже всего две монетки одна до реформы 61 и другая после хотя монета 52 года является регулярного чекана почему она подорожала в 10 раз я не знаю теперь мои любимые пятачки по иронии судьбы и они оказались 60-х годов которые дали доходность более чем в тысячу процентов тоже обратите внимание какой огромный разброс цен 3 копейки тоже меня удивили здесь по всей видимости оказалось 4 года подряд были невысокие тиражи и все в 70-х годах забавно заметная тенденция что чем меньше номинал тем меньше монет в которые выгодно инвестировать две копейки оказалось всего две монеты одна до реформы другая после и одну копейку я вам не покажу так как подпадающих под наши критерии и параметры таковых не нашлись ну и совсем немного расскажу про монеты молодой россии здесь есть монеты у которых цену можно оспаривать строки которые выделены фигурной скобкой на них стоит остановиться подробнее обратите внимание на нижние строки особенно на 1 рубль 91 года он подорожал в сто раз дело в том что на то время рынок еще не отрегулировал цены на эти монеты поэтому для монеты стоимость 1 рубль была чисто символическая цена поэтому понятно 10 лет прошло появились более понятные цены ну и последние на сегодня монеты конечно современная россия монеты которые дали доход в тысячу процентов и больше за 10 лет это наборная 1 2 и 5 рублей а также 2 рубля 99 кризисного года обоих дворов и 5 копеек 2002 и 2003 годов с разновидностями без букв монетного двора друзья читайте роберта киосаки создавайте денежные потоки становитесь богаче пока пока